МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители как могут пытаются добиться качественных коммунальных услуг. В эфире дежурные по городу. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Улица Пугачевская, 34, 6-й подъезд. Работа и система отопления жители недовольны. Проблема, что холодные батареи, бьёмся, бьёмся, звоню, звоню. И горячую ленью позвонила. Четыре дня подряд звонила в ЖО наше, в диспетчерскую позвонила. В прошлом году заявление отнесла я управляющему. Бесполезно. Никаких сдвигов нету. Сресуре позвонишь, дышим, а там пошлёт стесарь. Я не могу ничего сделать. В той комнате, которая в зале, на Пугачевской комнате, там горячая батарея, нормально. А вот здесь вот и на кухне, там, ну, на кухне уж я смирилась, на кухне то, что постоянно готовишь там. А здесь-то прям невозможно, как в леднике, а когда морозу вообще невозможно здесь находиться. Обратка идёт. Ну, как это так, обратка? Ну, почему я говорю, позапрошлым году, когда позапрошлым году было отопление нормальное, и эти батареи нормальные были. Что-то можно уже сделать, но невозможно. Это же второй год бьёмся. Улица Солнечная, 25. Заброшенный ремонт после замены бордюров, тротуары и проезжую часть оставили в разбитом состоянии. В течение сентября месяца они заменили бордюры. Ну, так, ни шатка, ни валка. Октябрь наступил. Вскрыли вот дорожное покрытие вот здесь вот, вот, частично. И работы в октябре месяце вообще не велись. Вот сейчас подморозило более-менее нормально, а в дождь или в сляхо здесь вообще пройти невозможно. Потому что утром подвозят на машинах детей. Вдоль всего вот этого вот тротуара стоят машины. Не подойдёшь ни по тротуару, ни по дороге. Вообще нигде не пройдёшь. И всё это продолжается по всему участку. От 22-го партия до вот до сих пор. Мы водим в школу детей, в 149-ю школу водим детей. И ходим, можно сказать, ломаем ноги. Ну, тротуары очень плохие. Переломаешь ножки старые и молодые также. Олга не появляется. Вот где-то неделю-две здесь приходил начальник, видать. Вот он всё здесь просмотрел. И всё, и с этим дело конец. До начала проведения работ дорога была нормальная. И тротуары более-менее тоже нормальные. Сейчас, по сравнению с тем, что было, это вообще небо и земля. И как это будет заканчиваться, эти ремонтные работы, если весь октябрь рабочие даже не показывались. И будет слякать грязь и лёд. Будет работа продолжаться или нет, неизвестно. И зачем это надо было начинать по всему району, если рабочих не хватает. Просьба закончить ремонт на данном участке. Хотя бы на данном участке, потому что эта дорога ведёт к школе. Тупой переулок 24. Отописьный сезон для жителей стартовал со значительным опозданием. Однако, даже после запуска системы в квартирах стало ненамного теплее. Проблема у нас уже в течение трёх лет, потому что у нас не топится из шести батарей три батареи. Нам приходится открывать кран в ванной, чтобы топились и хотя бы две батареи в ванной и на кухне. Потому что невыносимо не купаться, не купать детей. То есть у нас проблема эта на протяжении трёх лет. На данный момент нам дали отопление, но дали отопление с таким, грубо говоря, боем. Потому что пришлось звонить и в администрацию, пришлось звонить и в горячую линию. То есть, чтобы дали хотя бы какое-то отопление. Вчера было ЖЭУ. Нам в принципе дали отопление, но как только ЖЭУ уехала, у нас стали батареи холодными. Пришлось вызывать аварийку. Аварийка сливала воду. В принципе батареи затопились, но опять же не все. Мы так думаем, что у нас промёс стояк, потому что было в принципе очень холодно. Это надо сливать весь дом. То есть надо где-то пробка есть. То есть на данный момент ничего не делается. Просто у нас перемёрзнут трубы, и мы останемся до весны без отопления вообще. Мы живём, грубо говоря, на пороховой бочке. Потому что не знаем, откуда или трубы перемёрзнут, или труба треснет. То есть вот такая у нас ситуация. Аварийка приезжает, ставит заплатки, но это ненадолго. Она лопается в другом, ну выше, грубо говоря, или ниже. На сегодня это всё. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.